Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, за стимул больше снимать для вас видео. Сегодня задавали вопрос Тусму Абдурахманов. Надеюсь, я правильно выговариваю, название напишу. Вот, по листочку уже надо читать скоро. Правда ли он умер и причина смерти? То есть слухи расходятся, что типа его там где-то в Швеции убили, хотя я знаю, в Швеции такая полиция, что в России просто курят в сторонке, даже ФСБшники. Вот, правда ли его, так сказать, убили? Что мы в данный момент видим? И вправду власть оплачивала, ну это чеченская, видать, власть оплачивала для того, чтобы его убить. То есть и правду шли, как говорится, сверхушки ОПГ, деньги, которые оплачивались для того, чтобы его устранить. То есть фортуна перевернута. Но тут есть одно интересное. Смерть очень далеко от власти находится. Это признак, возможно, обман. То есть тут какой-то подвох происходит. Возможно, какие-то спецслужбы Швейцарии. Раз, два, видите? То есть неопределенность смерти. Такое впечатление, что как будто его или скрыли, или подменили. То есть какая-то тут ложь происходит. Как бы ни вышло, чтобы он сам эту сплетню, Тумсо Абдор Ахманов, не пустил о своей смерти. Потому что здесь мы видим именно, что понятно, что он будет, кто он-то блогер или кто. То есть он будет продолжать свою деятельность каким-то образом. Такое подозрение, что он как будто жив. Понимаете? Я пока еще не верю в его смерть. Потому что в данный момент мы не видим толком смерти. То есть человек находится между жизнью и смертью. Плюс полностью уход, энергия не видим. Энергия гуляет. То есть такое впечатление, что или человек специально создал эту ситуацию, или человек решил затаиться специально, чтобы чеченцы его не разыскивали. То есть чеченские группировки. Вот. То есть такое впечатление, что это именно для этого сделано. Плюс жизненная сила, она далеко находится от властей. То есть значит они как будто не задели жизненную силу. Возможно он еще жив. Вот. А то, что там типа расстреляли его и так далее. Для Швейцарии, не знаю, расстрелять человека. Это не в России вам сходить там кого-то отдубасить. Там такая шумиха начнется, что от вас просто... Просто я помню, как было много раз. Там это заканчивается плохо. Это не Россия вам, Шарашкина контора. Мы видим, что смерть очень далеко отходит от него. Я говорю, тут большой вопрос. Или он пустил сам эту сплетню, похоже. Вот она информация, да. Это лживая и не совсем честная информация. Вот. Поэтому то, что там Чечня может гулять, что его на похоронах. Но это глупая идея. Почему? Потому что мы видим здесь очень интересную месть. То есть кто пытается его устранить. Вот здесь есть опасность. Вот это видите патрон улетел. Он как бы главный. Вот. Мелкого патрона мы не видим. Он у меня вообще улетел куда-то. Найти не могу сейчас. Подниму скоро. Вот. То есть мы не видим... То есть то, что говорят, типа его расстреляли. Мы не видим оружие. Первое, да. То есть мы не видим патроны, как раз приближенные к убийству. Их нет. Возле смерти мы не видим объектов, которые отвечают за смерть. Понимаете? Только власть и деньги. Все. Понимаете? То, что, возможно, у там журналистов было. Аудиальное воспроизведение. Вот она, да. То есть журналистика и так далее. Это оно тут. Но остальных нету вообще никаких. Понимаете? То есть получается что-то тут подвох. Или это ложь чистая. Или кому-то выгодно создавать такую иллюзию. Понимаете? Что типа он умер и что типа его убили вот такие герои и так далее. В кавычках. Герой, конечно же. Герой в суде только после смерти. Вот. Здесь в данный момент мы не видим этого. Тут мы видим четкий какой-то заказ идет, чтобы его убивать. Это было уже. Вот это прошлое, да. А в будущем мы это не видим. Смотрите. Только фортуна перевернута. И он как будто то ли по-русски сказать чуйки своей доверился. И как исчез человек с поля зрения. Он перешел эту грань. Ну, грань дозволенного. Видать, ему что-то запрещали и угрожали. Видать, уже говорили. Судя по вот этим всем половинополуперевернутым. Это угрозы какие-то у него были. И намеки были, что мы тебя устраним. Да. Но это хихиканье вот такое было. То есть, это называется, когда извращенец хихикает над жертвой. Вот то же самое здесь. С ножиком. Да, хихикаем. Вот так же и здесь. Но я и говорю. Тут нет. Что-то скрыто. Что-то скрыто. Что-то недоговаривают, я думаю. Какой-то обман. Плюс главная кость вот этой. Видать, его или община, или родственников, или родных. Она отодвинута. Она отодвинута тоже от смерти. То есть, значит, получается. Что-то кто-то из знакомых, возможно, его скрыл. Вот. Или он вообще где-то спрятан, по-русски сказать. То есть, мы не видим человека. Понимаете? То есть, нет символов именно человеческих. Все какие-то только нелепая бредятина. Так не бывает. Есть человек. Есть, как говорится, сами понимаете, биоматериал. А тут мы не видим биоматериал. Где труп? Где нету? У меня сразу бы информация. Вот это бы сразу бы здесь находилось где-то. А ее нету. Ключ тоже за пределами. Плюс место убийства. Ой, убийца типа расстреляли. Или что там, да? Сказали, что типа наврали оружием. Где? Вот оно оружие. А что ж оно улетело за пределы-то? Где оно тогда? Нету тоже. То есть, значит, если даже, допустим, предположим, убили и заплатила Чечня за это, убийство было не пистолетом. Пистолет улетел у нас. Так что, что-то тут у нас сказочники не договаривают опять. Ага. Эксперты лжи. Ну что ж, всем удачи. С вами был Александр Печуев. Стоит задуматься, как говорится, кому верить. Ставим лайк, комментируйте. Удачи. Удачи.